Привет всем! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, что возможно в следующем году в Германии произойдут большие изменения по поводу въезда в Германию по визе, потому что есть такой вот интересный законопроект, который возможно и скорее всего будет принят в 2019 году. И в сегодняшнем видео я расскажу вам, почему он полезен очень для тех, кто живет в России, в Украине, в других странах, которые не относятся к Евросоюзу. И расскажу вам о том, почему это действительно классно, расскажу также вам о том, почему сейчас немцы упрощают въезд для иностранцев, и для кого именно этот законопроект будет особенно полезным и выгодным, и кто благодаря этому законопроекту сможет найти работу в Германии. В Германии в данный момент наблюдается недостаток квалифицированных работников. Не о тех, кто заканчивал университет. Сейчас речь идет о тех, кто имеет эквивалент немецкому аутбильдингу. У нас в принципе это можно интерпретировать как людей, которые, например, обучались в профтехучилищах и осваивали какую-то специальность. Но не всегда оно так один к одному совпадает. Но в целом в Германии действительно есть недостаток квалифицированных работников, и немцы делают все возможное, чтобы этот недостаток компенсировать. В какое-то время хватало тех, кто переезжал из Евросоюза, из других стран в Германию. Например, из Польши, из Сербии, из Хорватии, из Венгрии. Но в данный момент все еще в некоторых сферах наблюдается очень большой недостаток квалифицированной рабочей силы. Именно поэтому и был принят или был разработан, пока что не принят, был разработан законопроект, о котором я вам хочу рассказать в этом видео. Массивная нехватка людей наблюдается, например, в сфере ухода за пожилыми людьми. И в этой сфере, например, могут работать те, кто учились на медсестру или на медбрата. Но в Германии также есть эта отдельная специальность, вот такая вот, которая называется Альтерспреге. И там людей действительно обучают, квалифицированно ухаживать, помогать пенсионерам. И причем не только с медицинской точки зрения, но и также с обычными повседневными делами. Есть такое вот статистическое число, которое показывает, сколько есть людей, которые бы могли занять определенную должность. Так вот, в Германии на 100 свободных вакансий в сфере ухода за пожилыми есть всего лишь 26 людей, которые еще не нашли работу в этой сфере, но имеют достаточную квалификацию для этой работы. Так что, как вы видите, 74% должностей в этой сфере не будут заняты, даже если каждый человек квалифицированный найдет себе работу, все еще 74% будут не заняты. Поэтому министр труда Германии предложил вот этот законопроект и привнес свою идею. И его предложение заключается в том, чтобы людям не из стран Евросоюза, которым для въезда в Германию нужна виза, давать визу на 6 месяцев максимально для въезда в Германию и для поиска работы. То есть, раньше это было так, что вы не могли приехать в Германию по рабочей визе до того, как вы найдете работу своего работодателя, вы должны были где-то как-то из-за границы найти себе работодателя, вы должны были с ним уже подписать контракт, и только с этим контрактом вы могли открыть свою визу в Германии. Конечно же, многие делали так, что они ехали по туристической визе в Германию и как-то участвовали в собеседованиях, но это все очень сложно. Туристическая виза тоже длится не безумно долго, по туристической визе можно быть всего лишь 3 месяца за год в Германии. Это, конечно же, очень большое изменение, потому что теперь человек, который хотел бы работать в Германии, который имеет необходимую квалификацию, который, возможно, уже учил немецкий язык, это тоже очень важный фактор, сможет на 6 месяцев приехать в Германию и обойти все-все-все-все места, в которых он мог бы работать, поучаствовать в собеседованиях, попробоваться на работу, и в том случае, если он за эти 6 месяцев найдет себе работу, остаться на длительное время, пребывать в Германии и подписать контракт с немецкой фирмой. Особенно большой в Германии спрос, кроме ухода за пенсионерами, также в таких сферах, как, например, обслуживание кондиционеров и отопление, на энергетиков, на водителей поездов и на сотрудников транспортной системы и инфраструктуры. Это прям вот самые такие кризисные специальности, в которых действительно ситуация прям, скажем так, для немцев обстоит очень плохо, потому что у них массивный недостаток сотрудников в этой сфере, но для нас и для тех людей, которые уже имеют образование в этих сферах, это может быть действительно огромным шансом. Ну, а в целом, конечно же, судя по тому, что я прочитала, услышала, визу будут давать, в принципе, всем квалифицированным работникам, потому что в Германии в целом есть недостаток квалифицированных работников. Так что, скорее всего, этот законопроект должны принять как начало 2019 года, и действительно будут очень большие изменения с этой точки зрения. Для тех, кто уже точит лыжи и пакует чемоданы, хочу сказать также про два очень важных момента. Первое, что, скорее всего, будут давать визы тем, у кого уже есть необходимая квалификация для какой-то работы, да, то есть это не так, что вы приезжаете в Германию и просто ищете лишь бы что, да, у вас уже должно быть какое-то образование, и от вас будут ждать, что вы найдете работу соответственно этому образованию, которое у вас есть. Ну, и, конечно же, второй, второй и очень большой крупный пункт, о котором я толдычу почти в каждом своем видео, вам нужно будет знать немецкий, потому что в сфере квалифицированных работников знания английского вообще не котируются, и если в университетской среде знание английского, в принципе, почти приравнивается к знанию немецкого, то среди квалифицированных работников, а также неквалифицированных работников знают английский очень маленький процент. Поэтому, если вы хотите именно по этой статье переезжать в Германию, то вы должны будете действительно хорошо знать немецкий, по крайней мере сносно знать немецкий. Так что, если вы уже пакуете чемоданы, не забудьте в чемоданчик положить себе словарик, русско-немецкий желательно, потому что вам действительно нужно будет общаться на немецком, и никакой там английский, скорее всего, не прокатить. Ну что, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Стараюсь вам давать самую актуальную информацию, прям вот самую-самую такую свежую, и информировать вас о всех изменениях, что касается Германии, и что касается переезда в Германию. В общем, если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте под ним лайк, обязательно напишите в комментариях, видите ли вы такую возможность реальную для вас, или вы считаете, что это какая-то хрень вообще бесполезная. В общем, жду ваших отзывов, надеюсь, видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на социальные сети, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok